Представители областной организационной структуры ДСА в Белорусской Федерации водно-моторного спорта городского исполнительного комитета уже не один год являются авторами и инициаторами проведения в Бресте больших соревнований, для которых не нужны специальные залы и площадки. Главное – открытый выход к водоему и широкая акватория. Большое количество спортсменов в этом году приехали в областной центр, чтобы показать технику и ее возможности. Здесь не только нужны личные качества самого спортсмена, там мастерское умение владения лодкой, но также длительная, долгая, кропотливая работа по подготовке техники к сезону. То есть подготовка самого судна, лодки, подготовка технического мотора, то есть какие-то там усовершенствования, ну и вообще повышение надежности для того. Поэтому это очень долгая, кропотливая работа, которая, в совокупности которой, когда и достигаются высокие результаты по подготовке техники, и спортсмен обладает высокими навыками пилотирования управления суднами, тогда и достигаются высокие результаты. Только на таких стартах можно увидеть, как широк полет фантазии механиков и насколько интересны и быстроходные суда собираются в обычных мастерских. Самые быстрые участники чемпионата за несколько секунд могут набрать больше сотни километров в час. Экспериментируем. Каждый раз что-то новое. Ну, в основном это винты, настройка мотора. А в принципе корпус, он не меняется. Тут очень строгие, жесткие ограничения. Водно-моторный спорт имеет большую историю развития. Да, в ней были этапы застоя. Направление достаточно затратное с точки зрения финансов. Но сегодня водно-моторный спорт получает вторую жизнь. Благодаря тому, что есть энтузиасты, которые еще с советских времен живут техникой и экспериментами с ней на водоемах. Есть молодежь с горящими глазами и желанием развиваться. Стоялся костяк тут спортсменов, которые участвуют. Опытные спортсмены. Среди них есть даже и чемпионы Европы, которые участвуют и в кубках мира этапа. Поэтому есть чем гордиться. Сезон только начинается. Чем дальше, тем интереснее. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малошон и Контон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.